Взаимодействие с органами местного самоуправления на очередной стратегической сессии с участием главы города Елены Лапушкиной определили точки соприкосновения в работе населения и местной власти. Новое место притяжения – скверу ЗАГСа в поселке Управленческий благоустраивают по программе формирования комфортной городской среды. Эту территорию в прошлом году выбрали сами жители. Им было всего по 12-14 лет, но они знали, что за ними родина. В Самаре почтили память соловецких юнг, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. У горожан должны быть понятны инструменты для диалога с органами власти, чтобы они знали, куда и с какой проблемой обращаться, и влияли на развитие своего дома, города, страны. Об этом говорили в Самарском исследовательском университете с участием главы города Елены Лапушкиной. Там прошла четвертая стратегическая сессия. Подробности в нашем сюжете. Устойчивое развитие, качество жизни, пространственное развитие города. В Самаре проходят стратегические сессии по актуализации и корректировке стратегии комплексного развития Самары до 2025 года. Они учитывают внешние факторы, изменившиеся законодательства. Сейчас идет проектный этап. Осенью участники сессий должны подготовить документ, с которым выйдут на стратегический совет, после чего представят обновленную стратегию развития города в Городскую думу. Площадкой для встреч служит Самарский исследовательский университет. Сегодня у нас очередная сессия, стратегическая уже четвертая, получается, в этом году. И она будет, соответственно, направлена на работу местного самоуправления и гражданского общества. Понятно, что без взаимодействия одного с другим построить, сформировать стратегию крупной такой вот единицы, как городской округ Самара, просто невозможно. Потому что ученые, эксперты могут написать какую-то идеальную стратегию, но потом жители просто ее и администрация города просто не будет реализовываться. Это будет, по сути, мертворожденный такой документ, он просто лежит на полку. Наша же задача создать такую стратегию, принять такой документ, который, наоборот, будет жить, и все жители будут стремиться, будут хотеть то, что написано в этом документе. В рамках стратегических сессий был разработан сайт «Самара-2025», на платформе которого проводилось анкетирование жителей. Система обратной связи очень важна. Правильно выстроенный диалог позволяет городским властям понять, чего хотят жители, услышать конкретные пожелания и предложения. Сегодняшняя сессия была посвящена работе органов местного самоуправления, которая должна быть направлена на постоянный диалог с жителями. Мы готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы, в прямом открытом диалоге. Мы готовы идти на компромисс, доходчиво объяснять нашим с вами жителям, почему принимается то или иное решение. И оперативно выявлять самые болевые точки, мониторить саму экономическую ситуацию, информировать о событиях в городе, деятельности городской администрации. И, конечно, нам крайне важно получать обратную связь и оценку нашей с вами деятельности. Сейчас отслеживать настроения жителей позволяют Центр управления регионом, Муниципальный центр управления, инцидент менеджмент и платформа госуслуги «Решаем вместе». Действительно, сессия, в которой мы сегодня участвуем, для нас она очень важна. Это возможность пересмотреть те цели и задачи, которые были в предыдущей стратегии. В связи с тем, что поменялась во многом нормативная база, в нашу жизнь пришли новые инструменты взаимодействия с населением. Поэтому это возможность еще раз проанализировать то, чем мы занимаемся и вывести наш диалог с населением на новый уровень. В настоящее время существует два вида обратной связи с населением. Первый – это платформа обратной связи, то есть приложение госуслуги «Решаем вместе», которое можно скачать в своем мобильном телефоне. И любую проблему обозначить, органы власти быстро среагируют. «Следующая часть обратной связи, большой блок обратной связи – это система инцидент-менеджмент. То, что, грубо говоря, цепляется из соцсетей, из ВКонтакте и других соцсетей, Телеграм в том числе сейчас подключился активно. Любые комментарии, которые попадают под посты органов власти, муниципалитету, первых лиц, они берутся в работу, и по ним в кратчайшие сроки должны тоже дать ответы». Развитие местного самоуправления – это устойчивый вектор развития города. Укрепление в жителях степени осознания себя как гражданина своей страны – это вопрос влияния на настоящее будущее своего дома, района и города, готовности лично содействовать его процветанию. Виктория Шары, Григорий Плешаков, События. Тротуар около ЗАГСа в поселке Управленческий превращается в скверик. Такое стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Местные жители сначала предложили районной администрации оболгородить территорию. Затем, когда проект был готов, единогласно за него проголосовали. Что из этого получается, увидел наш корреспондент. Екатерина Юмошкина по новому широкому тротуару теперь прогуливается с удовольствием. А совсем недавно, рассказывает девушка, здесь было некомфортно ходить. В скором времени эта территория преобразится до неузнаваемости. «Картинка была проекта, конечно, была. Там голосовали за то, чтобы облагородить территорию, чтобы была комфортная зона отдыха. Лавочки, тротуары, все удобства полностью». Чтобы рядом с ЗАГСом Красноглинского района появился современный скверик размером почти с футбольное поле, местные жители единогласно голосовали в прошлом году. Стройка стала возможна благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». К концу лета в новом скверике можно будет не только отдохнуть и сфотографироваться молодоженам после регистрации брака, но и просто погулять горожанам. «Поселок Управленческий облагораживается благодаря тем возможностям, тем программам, которые существуют на сегодняшний день в Самарской области и которые к удовольствию всех жителей приводят территорию вокруг в порядок, даже не в порядок, а наводят красоту. Локация около ЗАГСа, она очень важная. И для тех, кто приезжает, хочется, чтобы вокруг в такой торжественный праздничный день было красиво. Здесь такая очень и очень будет уютная территория». Плиточные тротуары уже готовы на площади около полутора тысяч квадратных метров. Сейчас монтажники прокладывают под землей трубы для автополива и провода для фонарей. Впереди разбивка клумб и посадка четырех тысяч квадратных метров газона. На финишном этапе установят восемь скамеек, шесть кресел и 36 урн для мусора. Знаковой будет арка для новобрачных и беседка. А еще предусмотрена новая парковка на десять автомобилей для свадебного кортежа. Сейчас на объекте работают бригады разных специалистов. «В вечернее время просят жителей не шуметь. И утром тоже, чтобы не греметь, не шуметь. Режим такой более щадящий для граждан. На площадке у нас ежедневно от семи до восьми человек рабочих, две-три техники, ну и плюс КАМАЗы, погрузчики». В этом году в Самаре будет благоустроено пять общественных пространств. Преобразятся первая очередь парка «Молодежный» и парка «Воронежские озера». Сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий, сквер в районе дома номер 170 по улице Ташкентской. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Новый асфальт на площади в 48 тысяч квадратных метров. Один из самарских подрядчиков начал укладку свежего покрытия на проезжей части улицы Физкультурной. Готовность объекта на сегодняшний день на отметке в 35%. Когда работы закончатся, узнал Михаил Ермоленко. Улица Физкультурная – один из протяженных городских маршрутов, которые проходят через три района Самары – Промышленный, Кировский и Советский. В этом году участок от проспекта Кирова до первого безымянного переулка обновляют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Физкультурная давно требовала ремонта. Об этом свидетельствуют как предписания ГИБДД, так и обращения жителей. Сейчас, после снятия старого дорожного полотна, перешли к следующему этапу, который специалисты считают самым трудоемким – к укладке нового асфальтобетонного покрытия. Это избавит маршрут от всех изъянов. Яма образования, какие-то предыдущие вскрытия, которые проводили там подрядные организации по ремонту там какими-то сетей, ну, кулеобразование – основная тоже, как бы, такая проблема, с которой мы боремся. Проблем, на самом деле, на этой улице очень много. Довольно тяжело выводить здесь продольные поперечные уклоны для отвода воды из полотна. Достаточно тяжело было выровнять, но мы выровняли. Уложат новое покрытие на участке площадью в 48 тысяч квадратных метров. Кроме свежего асфальта, подрядчик заменит люки инженерных коммуникаций и выставит их на один уровень с новым полотном. Работает дорожная служба круглосуточно, но преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Согласно контракту и ГОСТам нацпроекта, для нового покрытия используются только современные и более долговечные материалы, такие как «ЩМА-16». Смесь укладывает на полимерно-битумное вяжущее. Неорганические полимеры более устойчивы к температурам, эластичнее, снижают колейность на дороге, в отличие от органических битумных вяжущих. Специалисты МБУ дорожного хозяйства ведут постоянный контроль операционный. Это не только при укладке, но также это при резервании асфальтобетонного покрытия, при установке люков, смотровых колодцев. При отборе асфальтобетонных смесей основным показателем является отбор смеси. То есть данная смесь асфальтобетонная отбирается, после чего она отвозится в специальную дорожную лабораторию, где она испытывается. Уже после укладки специалисты возьмут пробы асфальта с участка и проверят на соответствие техническим и другим требованиям. Принята и оплачена будет только качественная работа в соответствии с обязательствами контракта. На сегодняшний день ремонт физкультурный завершили на 35%. Полностью закончить планируют к середине июля, если погода не помешает. В целом в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать более 35 городских участков. На сегодняшний день 14 из них уже завершены, а на пяти участках работают в настоящий момент. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Платить за отопление не круглый год, а лишь в отопительный период. Сегодня в Самаре прошло обсуждение вопросов, касающихся подготовки к будущей зиме. В рамках мероприятия было объявлено о старте очередной акции на звание лучшей управляющей компании региона. Подробности в сюжете Анатолия Головко. В летний период полным ходом идет подготовка многоквартирных жилых домов к следующему отопительному периоду. В помощь у КАЭТ и СЖ в ближайшее время в регионе может измениться схема оплаты отопления. Жители смогут оплачивать тепло только 7 месяцев вместо 12. Проведенный Минэнергоопрос показал, что такой порядок оплаты поддерживает большинство горожан. 1 седьмая – это оплата по факту, по показаниям прибора учета, либо по нормативам по 1 седьмой. Это, с нашей точки зрения, гораздо выгоднее, чем то, что мы сейчас производим по 1 седьмой. Почему? Потому что это более прозрачная система. Оплата по факту повышает заинтересованность собственников во внедрении энергоэффективных технологий. Это, собственно говоря, утепление фасада дома. Это за счет утепления межэтажных балконных дверей. То есть, в принципе, весь комплекс работ необходим на устранение энергопотерей. Результаты подготовки к зиме традиционно оценят эксперты «Энергосбыт плюс». В этом году энергокомпания отметит самых добросовестных в рамках акции «Лучшие у Кайт и СЖ». Мы своих добросовестных клиентов поощряем по итогам проверки их по подготовке к отопительному периоду и оценим их платежную дисциплину. Победители будут объявлены в конце года. По итогам акции лучшим эксплуатирующим организациям вручат ценные призы. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. Размер материнского капитала на первого ребенка в России к 2025 году может увеличиться почти на треть и составить более 680 тысяч рублей. Размер выплат на второго ребенка вырастет до 814 с половиной тысяч рублей. Прогнозируемый рост размеров выплат рассчитан исходя из темпов инфляции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития. Материнский капитал – мера господдержки российских семей национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на маткапитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года такое пособие выдается в России при рождении и первого ребенка. В Самарской области сотрудники ГИБДД по Красноярскому району помогли спасти раненого мужчину. К капитану полиции Дмитрию Андрееву и старшему лейтенанту Владимиру Еремину обратилась женщина, которая везла родственника в больницу. Он сильно повредил руку при опиловке деревьев, а в машине из-за кровотечения стал терять сознание. Сотрудники ДПС за 15 минут доставили раненого в больницу, откуда его сразу отправили в операционную. Сейчас он в удовлетворительном состоянии. Министерство труда России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. Из него следует, что новогодние каникулы продлятся 9 дней. С 31 декабря по 8 января. Затем россиян ждут еще несколько длинных выходных. С 23 по 26 февраля. С 29 апреля по 1 мая. С 6 по 9 мая. С 10 по 12 июня. А также с 4 по 6 ноября. Красные гвоздики и свечи памяти. В Самаре на Некрасовском спуске 22 июня, в день начала войны, возложили цветы к памятнику Соловецким Юнгам. Юным защитникам Родины было не более 15 лет. Около 700 из них уехали учиться в школу Юнг с речного вокзала Куйбышева. Подробности в нашем сюжете. Школа Юнг была создана на Соловецких островах на Белом море в 42 году. Флот Советского Союза остро нуждался в квалифицированных специалистах, боцманах, рулевых, радистах, мотористах, торпедных и артиллерийских электриках. Широкого оповещения наборе в школу не давалось. Опасались излишнего энтузиазма среди юношей и самовольных побегов на флот. Ведь многие подростки были нужны в тылу, работали на заводах. Набор производился по специальной разнарядке. Брали юношей 14-15 лет, имевших 6-7 классов образования. В основном сирот и беспризорников, чьи родители погибли на войне. Проучившись год в школе юнг, они отправлялись на фронт. С речного вокзала Куйбышева за три года набора в школу уехало более 700 мальчишек. Мы сейчас чтим память и тех ребят, которые, несмотря на свою юность, были готовы жертвовать своей жизнью. И они являются сейчас примером для подрастающего поколения. Мне кажется, именно сейчас, в 2022 году, как никогда важно нашим детям донести, как важно жить под мирным небом, но и как важно уметь встать на защиту своей родины, если она находится в опасности. Поэтому пример словецких юнг, мне кажется, будет жить вечно. Всего с 1942 по 1945 годы в школе юнг было подготовлено более 4000 специалистов. Радисты, мотористы торпедных катеров, электрики надводных кораблей, боцманы надводных кораблей, торпедные электрики. На действующем флоте выпускники школы юнг ценились и даже проводили занятия со взрослыми матросами, которые воевали, но не имели образования. Областные, городские власти, депутаты, общественники, участники военных объединений зажгли свечи памяти и возложили цветы к памятнику соловецким юнгам. Конечно, надо помнить, потому что самое страшное – это потеря человеческой жизни. Война, она сама подразумевает это. Поэтому существуют вооруженные силы стоять на страже мира для того, чтобы не было войны. Старая истина – если хочешь жить в мире, готовься к войне. Всегда надо быть при оружии с тем, чтобы по возможности не допустить кровопролития. Я считаю, важно вспоминать любую дату, связанную с военными действиями, потому что это память, это честь ветеранов. Люди отдавали жизни за нас, за наше светлое будущее. Сейчас тоже у нас обстановка не самая, скажем так, доброжелательная. Поэтому, конечно, нужно формировать дух граждан, особенно молодежи. Поэтому, конечно, такие даты знаменательные, они всегда важны. Многие выпускники школы славецких юнг были отмечены боевыми наградами. Некоторые за проявленный героизм получили ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Жители Самары зажгли свечи в честь героев Великой Отечественной войны в Парке Победы. Там прошла всероссийская акция «Свеча памяти» у подножия монумента Стелла со звездой героя СССР, на гранитном основании которой высечены памятные слова «Вечная слава героям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны». Депутаты, общественники и жители города выстроили свечи в виде надписи «Помним и скорбим». Нет в России семьи такой, где в нем память был злой герой, и глазами молодых солдат с фотографией гулявших видят. Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф длилась с 15 по 22 июня. На сайте была размещена интерактивная карта, на которой можно было посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе. В Самаре прошла репетиция акции «Лучи Победы». Специалисты проверили работу оборудования, которым будут подсвечивать достопримечательности города 24 июня. С подробностями наши корреспонденты. Небо над площадью Слава озарили сигнальные огни. Это техническая репетиция акции «Лучи Победы». Ее проведут 24 июня в 23 часа в память о параде победителей 1945 года. Тогда по Красной площади в Москве прошли около 30 тысяч человек-победителей, в том числе почти 200 жителей Куйбышева. Их имена и личности продолжают устанавливать. Затем небо над столицей озарили праздничные световые кольца. Их формировали с помощью зенита, которые привезли со всех фронтов. Во время эвакуации, во время бомбежек, во время боевых действий, естественно, во всех городах было затемнение. И вдруг, впервые после того, как война закончилась, можно было увидеть этот свет, свет праздника, свет радости, свет победы. Это акция, которая в 2020 году впервые была вновь проведена, к 75-летию победы. Была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Прошла она впервые тогда в Севастополе. И потом президент России принял решение о том, что эта акция будет ежегодной. Лучи победы озарят в Самаре небо над Площадью Славы и над памятником штурмовику Ил-2. Доступ непосредственно к памятнику штурмовику будет закрыт в целях безопасности. Наблюдать за происходящим можно будет с прилегающей территории. А владельцы автомобилей смогут оставить свой транспорт у торгового центра «Самолет» и гипермаркета «Магнит». Используется шесть зенитных прожекторов, используется также шесть бимов. Они будут стоять непосредственно под крыльями самолета. Также используется архитюрная подсветка для того, чтобы выделить цветом сам самолет. Также будут использованы световые приборы, которые будут считать оркестр, который будет работать непосредственно в сам день мероприятия. Красочное представление будет сопровождаться музыкой. Напомним, всероссийская акция «Лучи победы» пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести страны. В Самаре она пройдет впервые, чтобы напомнить о подвиге жителей военного Куйбышева и общей победе советского народа. Акцию «Лучи победы» можно будет увидеть в паблике «Самары ГИС» ВКонтакте. Мы будем вести стрим с места событий. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Всероссийская акция «Лучи победы» пройдет уже в пятницу. 77 лет назад в этот день состоялся парад победы на Красной площади. В нем приняли участие около 200 наших земляков. Эта дата имеет особое значение для музея участников парада в 120-й школе, где для школьников проводят экскурсии, рассказывают о тех, кто совершил подвиги, показывают уникальные экспонаты. Подробности в нашем сюжете. Все началось с того, что школьница принесла журнал «Пионер» своей учительнице. В нем были вопросы конкурса «Салют победа», посвященного Великой Отечественной войне и параду 24 июня 1945 года. О жителях Куйбышева, которые приняли участие в том историческом важном событии, было известно не так много. Школьники из движения «Красные следопыты» начали поиски участников парада и сведения о них. Сейчас в музее огромное количество документов, фотографий, которые передали ветераны Великой Отечественной войны и их родственники. Одна из наших витрин содержит личную информацию о коряке Ивана Маркияновича. Он подарил нашему музею ордена и трубку, с которой он прошел все фронтовые дороги. Музей ветеранов, участников парада победы, существует с 1974 года. Экспозиция все эти годы пополняется. Мы принимаем участие в подобного рода акциях, посвященных параду победы, уже третий год. И в этом году мы популяризируем работу нашего музея, мы принимаем участие в изложении цветов в парке победы, мы ищем родственников участников парада победы, мы проводим экскурсии. В качестве лекторов ученики 120-й школы. Им есть что рассказать об экспонатах музея и участниках парада победы. Второй по значимости стенд в нашем музее – это стенд «Они прошли на параде победы». Здесь собраны фотографии людей, кто 24 июня 1945 года чеканил свой шаг на Красной площади. Анатолий Андреевич Бывалов был летчиком от Бога. Он прошел через две войны – финскую и Великую Отечественную. Он первый возглавил Совет ветеранов музея. Напомним, 24 июня с 11 часов вечера до половины 12 ночи в Самаре прожектора светят небо над памятником Ил-2 и монументом славы, чтобы напомнить о параде победителей, который состоялся 77 лет назад. Сергей Кизоркин, Юлия Василькина, Максим Гусев. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Во всех районах Самары по программе «Формирование комфортной городской среды» преображаются территории. В этом году в Красноглинском районе обновят пять дворов. Телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской» показал, каким уютным становится двор по улице Парижской коммуны 30 в поселке Управленческий. Здесь завершены работы по укладке безопасного покрытия, на котором установлены комплексы для детей и взрослых. На своих местах уже стоят скамейки и урны. Дизайн проекта «Двора» разрабатывался с учетом пожеланий жителей. 95-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич Султанов. Когда началась война, ему было 14 лет. Он был призван в ряды Советской армии в 1944 году. В учебном батальоне в Республике Марий-Эл, где проходила его служба, Виктор Алексеевич готовил солдат на фронт, выдавал оружие, портянки проводил построения. Затем был направлен в 620-й минометный полк, входивший в состав 14-й отдельной армии. В задачу полка входила оборона занятых рубежей и охрана государственной границы СССР с Норвегией. За боевые заслуги Виктор Алексеевич награжден медалью за победу над Германией и многими юбилейными медалями. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары в своем телеграм-канале сердечно поздравляет Виктора Алексеевича с днем рождения. Администрация Ленинского района приглашает самарцев на молодежный рок-фестиваль в сквер имени Устинова. Мероприятие традиционно станет итоговым для активных, целеустремленных, позитивных ребят и девушек и будет посвящено Дню молодежи. 27 июня в 18 часов будет уникальная возможность услышать живое, исполнение любимых песен и получить в подарок отличное настроение. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин